Уже скоро нынешние ученики 9-11 классов станут выпускниками. Все учебные заведения города готовятся к встрече абитуриентов. 18 мая в Петровском колледже прошла пресс-конференция по приемной кампании 2012 года. Сейчас большинство школьников старается ориентироваться на высшее образование. Самыми престижными считаются интеллектуальные профессии. Лишь немногие абитуриенты выбирают колледжи и техникумы. О профессиональном образовании, к сожалению, очень часто забывают. Ну, говорят, школа, дальше университет, вуз, да вот по-разному. Но дело в том, что во всем мире вообще-то специалисты именно со среднепрофессиональным образованием, то есть уровни вот примерно этого, они являются вообще основными работниками. Слово менеджер может и звучит привлекательнее, чем токоль, но очевидно, что спрос на рабочие профессии сейчас выше. Обществу и государству нужны те, кто сможет работать руками. Причем требуются не просто люди с улицы, а квалифицированные специалисты, выпускники техникумов и колледжей. Таким работникам предлагают приличный уровень зарплаты. Те специальности, которые традиционно считаются, может быть, непрестижными, ну, например, такие, как сварочное дело или судостроение, они как раз и являются самыми высокооплачиваемыми. Например, я приведу только один пример. Наши студенты со специальности судостроения на практике уже получают не менее 60 тысяч. К сожалению, не все задумываются о дальнейшем трудоустройстве и поступают на востребованные специальности. Я пошла на среднее специальное образование, так как я хотела быстрее вступить во взрослую жизнь, быстрее начать работать, быстрее сама встать на ноги и уже не зависеть от каких-либо там факторов, будь то родители. Я очень довольна, что я сделал этот шаг. Всем советую. Выбирая свой дальнейший путь, нужно учитывать индивидуальные способности и предрасположенность к будущей профессии. Ведь на парикмахеров, визажистов, сварщиков в вузах не учат. Кроме того, выпускник среднего профессионального образования готов сразу идти на производство. Опыт работы обычно можно получить прямо в процессе обучения.